МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости. И коротко о главных темах сегодня. Попали под пресс закона. Жители микрорайона Акгель могут лишиться домов, построенных, как оказалось, на участке, предназначенном для возведения школы. Новый бирюзак и его старые проблемы. Поселок неподалеку от реки и двух водохранилищ остался без воды. Как такое возможно? Дзербент готовится к майским праздникам. В древнем городе прошел масштабный субботник. Два человека погибли и трое госпитализированы в результате ДТП в Новолагском районе. Близ села Новомихельта на федеральной автомобильной дороге Кавказ столкнулись два авто. В результате погибли два человека. Еще трое с различными телесными повреждениями доставлены в больницу. Причины происшествия выясняются. Остаться без крыши над головой могут жители столичного микрорайона Акгель. Дело в том, что городские власти решили по проекту возвести на данном участке школу и детский сад. Казалось бы, вполне полезное и необходимое решение. Но что делать людям, которые уже построили там дома и живут в них? Вопрос открытый и ответа пока не видно. Разобраться в ситуации попытались наши корреспонденты. Сюжет Луизы Раджабовой. Не думали, не гадали, а строили. А ведь стоило, оказывается. Когда лет 15 назад люди в массовом порядке засыпали болото и возводили дома. Они и не думали, что настанет такой день. В ближайшем будущем здесь построят школу и детский сад. Только не для их детей, а вместо их домов. Когда человек идет и платит за газ, за воду, за свет, принимает оплату. А куда идут эти деньги? Почему не спрашивают в этот момент? Там же идет база. Почему же просто так принимают оплату за свет, за газ, за воду, если это у них, получается, не зарегистрировано? 80% у населения этого района есть документы. И зеленки, и собственность о их жилищном помещении. Еще с 2011 года территорию в районе озера Агель выделили под строительство школы. Однако площадь застроена индивидуальным частным жильем. Из этого следует, что около 16 домов непосредственно попадают в границы участка образовательного учреждения. Кроме того, что имеется согласованный проект, должно быть выдано разрешение на строительство. А без разрешения на строительство объекты считаются самовольно застроенными. Многие считают, в силу сложившегося правового нигилизма среди населения, что можно сначала что-то разместить, построить, ну не стационарный торговый объект, или какую-нибудь будку, или даже возвести дом, а потом под это в судебном порядке, используя какие-то связи, знакомства, иногда прямой подкоп чиновнику, можно все это оформить. Вот это и является основой того, что в наших городах России происходят такие случаи, когда власти вынуждены сносить целые кварталы. Воевать население не хочет. Миру мир. У людей есть альтернативный вариант решения вопроса. Предлагают перенести строение на пустое поле, около 10 гектаров, возле которого они и живут. А тем, у кого проблема с оформлением участков, наоборот, помочь, узаконить и поставить на кадастровый учет домовладения. Вот оплоченные, пожалуйста, за свет, за газ, за воду, за земельные, за штрафы, которые сами схватили, которые в плоти на документе есть. Вот техпаспорт, пожалуйста. Если администрация в этот период не выделяла территорию на данном участке, и вдруг появляются документы, выданные за тот период, когда там вообще не выделялись участки, с узаконением этого участка, естественно, это говорит о том, что данные документы подложены. По словам жителей, всего мэрия заявила о сносе 40 домовладений. Это все, у которых нет правоустанавливающих документов, около 100 семей. Однако власти утверждают, их будет намного меньше. Те дома, что выстроены вокруг незаконно, они, естественно, и ожидаемо будут сноситься. Потому что уже много лет данные участки зарезервированы именно под территорией общего пользования. На сегодня все коммуникации до жилых домов проведены. Есть газ, свет, вода, отопление. Эти территории застроены 15 лет назад. Самому молодому строению – 5 лет. Никакие надзорные службы сюда не приходили, никакого контроля и учета не было, говорят люди. Мы откуда знали, когда мы землю здесь сыпали, землю осваивали, кто знал, что по проекту здесь садик будет? Кто это знал? Кто нам говорил? Кто проходил? На кого есть протокол? Нету же ничего. Может, были какие-то недобросовестные, я не знаю, люди из числа прежних чиновников или еще кто-то, кто каким-то образом оформлял липовые документы. Однозначно липовые, потому что, если посмотреть на кадастровую карту, там четко выделены границы, участка именно под школу и под детский сад. Есть план города, и мы намерены соответствовать. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года-2019» завершился победой самого молодого конкурсанта. Им стал 24-летний учитель географии столичной школы номер 14 Эльдар Хусаинов. Итоги конкурса подвели сегодня в зале Кумыкского театра. На протяжении пяти дней за звание боролись 25 финалистов. Лучшие из лучших определялись по итогам показательных выступлений, мастер-классов и защиты образовательных проектов. Село Новый Березяк Кизлярского района оказалось в тяжелом состоянии. Проблем много, но последней каплей для жителей села стало высыхание главной водной артерии, из-за чего невозможно вести сельское хозяйство и держать скот. Есть ли у села надежда на будущее, узнавал наш корреспондент Абдулла Алиев. Что общего между Сахарой и селом Новый Березак? И там, и здесь вода буквально на вес золота. Но если в первом же случае это безлюдная пустыня, то здесь же это населенный пункт. Для людей, где основным источником дохода является сельское хозяйство, вода просто жизненно необходима. Единственная водная артерия в селе – канал Кордонка. Он питает все колодцы, и жители используют ее для полива сельскохозяйственных угодий и в качестве воды для скота. Но сейчас, глядя на состояние канала, вряд ли можно сказать, что он вообще для чего-то пригоден. Русло сильно заилено, засорено и нуждается в срочной очистке. Раститель на селе в буквальном смысле исчезает. В проблеме уже четвертый год. Жители обращались у разной инстанции, но ни от кого помощи так и не получили. Короче, проблема в основном заводу. К нам не дают воду. Меня как выбрали главой администрации, я обратился уже полгода. С прошлого года, в ноябре месяце меня выбрали. Я обратился куда надо, и район обратился, и везде. Кому надо, я обратился. Никакой помощи нам не выделяют. И вот недавно я сход в село тоже собрал. Вызвали именно по кордонке, кто старший, глава района приехал. Ну, обещают, то они обещают, но не знаю, когда это будет. А ведь когда-то это село было одной из самых процветающих в районе. Сейчас, о былых временах, у людей здесь остались только воспоминания. В селе много проблем, с которыми отчаявшись, люди смирились. Но грязная вода – случай особый. По Чичи-Пе сетуют люди. Я воды вообще не вижу. Для водопоя, для скотин нет воды. Высыхает. На меня вот 181 гектару сынокоса, у меня осталось где-то 70-80 гектаров. Каждым годом она меньше и меньше становится. Потому что палить нечем. Для скотин воды нету тут. Раньше эту речку, за которую в основной раз руками даже копали, неужели сейчас такой век, мы опять ее должны идти копать руками? Там перемычку прокапали. Ну и что? Приезжают, обещают, уезжают. Как не было воды, так и нет. Сейчас лето начнется все. Скотине пить негде. Не то, что уже говорить за людей. Копаем колодцы сухие. Комплекс нерешаемых проблем провоцирует самую основную – стремительный отток населения. Уже заметно, что в местной школе учится гораздо меньше детей. Молодежь, не видя здесь будущего, переезжает в города. Ну а какие могут быть перспективы, если в селе в буквальном смысле нет условий для полноценной жизни? Если оставить все как есть, новый бирюза к скорым времени может пополнить список сел-призраков. Вот смотрите, вот среди этих людей нет молодого человека. У каждого из них спросите, у них дети уехали с этого села. Если вы посмотрите по всему селу, посмотрите, где есть дом, который не написано «продается». Почему? Потому что нет воды. Вода – это жизнь. Я хочу сказать, я создала это фермерское хозяйство, чтобы мои дети, у меня сыновья, чтобы эти дети остались в село, чтобы делать экологически чистый продукт. Я построила большую ферму. Ну ведь я всю эту продукцию, мясо, сыр, молоко отправляю для города. А как поить скотину? Я зарила три скважины для своего фермы. Ну, однако, это не спасение. Здесь есть и коренные жители, выросшие в этом селе и ни за что не желающие покинуть его. У кого-то из них налажено хозяйство, кто-то держит скот и занимается животноводством. Их благополучие целиком и полностью связано с водой, которая с каждым годом уменьшается. Да, есть, конечно, артезианская скважина, но ее едва хватает для личных нужд людей, но не для всего остального. Ну, что происходит? Вот это, вот то, что вы видите, вот это, я ко всему сказанному добавлю. Вот то, что вот сейчас течет, это в основном вот артезанская вода, вот, которую вот помыли туда-сюда, и она вот это излишки текет. Она, это вот, вы можете посмотреть, ну, якобы там вода есть, но хотя это в любом, видно и ясно, что это из него ничего не сделаешь. Сейчас жители села Новый Бирюзак подготовили письмо главе Дагестана Владимиру Васильеву. Несмотря на печальное положение, люди здесь не теряют надежду. Высыхающая вода – это одна лишь из многих проблем этого села, которые, если не находятся на грани вымирания, то на стадии выживания находятся точно. Но люди здесь не теряют надежды, что власти обратят внимание на все эти проблемы и что в будущем они, наконец-таки, заживут нормально. Абдулла Алиев, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, село Новый Бирюзак, Кизлярский район. В Дербенте уже начали готовиться к майским праздникам. Там прошел большой городской субботник. С самого утра на главных улицах города работали представители администрации, работники госучреждений и студенты. Улицы очищали от мусора, который потом вывозили на спецтехнике. Участники акции очистили газоны, подмели пешеходные дорожки на прилегающих территориях, перекопали приствольные круги деревьев и покрасили бордюры. Это все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Удачных выходных и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»